Лучшие стрелки со всей России приехали в Мурманск, чтобы выяснить, кто же из них самый точный и быстрый. После 11-летнего перерыва в столице Заполярья состоялся турнир по компакт-спортингу Гран-при Фитаск. Все подробности в следующем сюжете. История этого спорта уходит корнями в соревнованиях охотников, которые стреляли по живым голубям. Позже птиц заменили тарелочки. Сегодня на турнир в Мурманск приехали 46 участников из всех уголков России. Есть основная группа, которые юноши, мужчины до 55 лет, есть ветераны после 55 лет и после 65 лет супер-ветераны, есть юниоры и женщины еще. Компакт-спортинг – преимущественно мужской вид спорта. Слабый пол сегодня представляет всего три девушки. Наталья, участница стрелкового клуба «Кречет», занимается практической стрельбой с пистолета и карабина. Но узнав о статусе сегодняшнего турнира, решила поучаствовать. Подготовки уделяла два часа в день. Это очень интересно на самом деле. Жалко, что девушек у нас очень мало. Потому что заняться стрельбой можно разной. Можно продвинуться не только в стрельбе, но еще получить какие-то навыки. Я, например, судейские курсы закончила. В практической стрельбе еще и в суде. Мы сейчас устраиваем соревнования не только по компакт-спортингу, но и по другим дисциплинам. Но женщин не хватает, расти некуда. Поэтому хотелось видеть еще людей здесь. Для выхода на стрелковую позицию участник обязан иметь защитные очки, наушники и, конечно же, ружье. Средняя стоимость оружия варьируется от 90 до 200 тысяч. Но некоторые экземпляры достигают цены в миллион. В компакт-спортинге можно использовать все системы гладкоствольного оружия. С длиной ствола не менее 66 сантиметров и не более 12-го калибра. Это, получается, рицини, сделанная на заказ, но не под меня. Мы ее купили тут, крещите опять же. Она комиссионная. Калибр 12-й. Вот мы, как видите, вся в изоленте. Перекрестный летящий голубь, улетающий фазан или разбегающиеся кролики. Мишени имитируют движение животных. Поэтому траектория и скорость полета тарелочки разная. Но даже на самую медленную стрелок может потратить не более секунды. Диск считается сбитым, если от него откололся хотя бы один осколок. Всего спортсмены должны поразить 200 мишеней. Наш спорт развивает координацию движения, координацию глаз. Он, конечно, не такой интенсивный. Но работа с ружьем занимает много времени, если этим серьезно заниматься. И требует больших физических усилий. Ну, где-то коробка 250 мишеней, если стреляешь, то это равняется. Где-то нокаут приравнивается. Этот вид спорта, возможно, не широко известен урманчанам. Но уровень сегодняшних соревнований очень высокий. Турнир проходит под эгидой Международной федерации компакт-спортинга «Фиттаск». Почему мы радуемся этому? Во-первых, потому что это особый виток популяризации данного вида спорта. Это значит, что еще больше спортсменов придет заниматься. Во-вторых, это то, что именно дома, в домашних условиях, наши мурманские спортсмены получают огромные возможности для выполнения звания мастер спорта или разряда кандидат в мастера спорта. А это крайне важно для мурманского спорта. В компакт-спортинге важно не только повышенное внимание и сильная концентрация. Отличная серия выстрелов здесь может прерваться неожиданно. Поэтому крайне важно ощущать присутствие удачи. Хотя, со слов участников, они приехали в Мурманск не за победой, а за неповторимой аурой братства.